Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Косточки фруктов и ягод заменят таблетки. Вот как они лечат. Съедая ягоды и фрукты, мы, как правило, косточки выбрасываем. И зря. Оказывается, косточки иногда бывают полезнее, чем сами фрукты и ягоды. Оливковые косточки – прекрасное желчегонное средство, которое улучшает работу всего пищеварительного тракта. Кроме того, они отличные сорбенты и, проходя через пищеварительный тракт, всасывают в себя и выводят из организма токсины. Это же свойство делает оливки незаменимой закуской. Глотай оливки с косточками. Человек не так сильно пьянеет и на следующий день чувствует себя лучше. А еще оливковые косточки помогают при астме, а дышке, легочных заболеваниях успокаивают нервную систему. Рекомендуется на протяжении месяца съедать приблизительно полтора десятка оливок с косточками. Это послужит неплохой профилактикой появления камней в почках, мочевом и желчном пузыре. Кизиловые косточки – те же свойства, что оливковые и у косточек кизила. Вдобавок ко всему, благодаря им можно вылечить геморрой. Для этого в течение недели надо съедать по 15 плодов вместе с косточками. Помогут они и при желудочно-кишечных расстройствах. Специальный настой готовится следующим образом. Ядра кизила берутся из расчета 3 чайной ложки на стакан воды. Кипятятся 15 минут, потом 2 часа настаиваются. Пить трижды в день по 1 столовой ложке. Виноградные косточки косточки винограда намного полезнее самих ягод. Для тех, кто хочет хорошо и молодо выглядеть, виноградные косточки просто клад. Благодаря тому, что в их составе содержится витамин Е, поддерживается хорошее состояние кожи. Она становится упругой, разглаживаются морщины. В косточках также есть фитоэстрогены, которые очень полезны женщинам, перешагнувшим 50-летний рубеж. Экстракт виноградных косточек укрепляет стенки сосудов, что предупреждает разрывы капилляров и появление сосудистой сетки, а также способствует снижению давления и уровня вредного холестерина. В экстракте обнаружены вещества, подавляющие развитие кандидоза. Некоторые разновидности кандид. Дрожеподобный дрип рода кэндида бурно развиваются в пищеварительном тракте, особенно в толстом кишечнике, как правило при ослабленном иммунитете. Красный виноград по антиоксидантной защите превосходит белый в 12 раз. Калиновые косточки – это природные очистители организма. Калиновые косточки насыщают его огромным количеством полезных микроэлементов, поддерживают микрофлору кишечника, оздоравливают сердечно-сосудистую систему. Калиновые косточки способствуют уменьшению отечности, укрепляют организм, повышают его тонус, избавляют от шлаков, камней и песка в почках, мочевом и желчном пузырях. Они улучшают всасываемость кишечника и укрепляют его мускулатуру. При регулярном употреблении калиновых косточек, примерно по 10 штук в день, проходит утомляемость, уменьшаются приступы головной боли. Гранатовые косточки Косточки граната позитивно влияют на гормональный баланс. Их полезно употреблять в период климакса. Они эффективно снижают давление, снимают головную боль и предотвращают раздражительность и нервозность. Гранатовые косточки в смеси с медом помогают от зубной боли. Китайская народная медицина рекомендует принимать косточки граната с сахаром для повышения мужской потенции. На их основе можно приготовить экстракт, состоящий на 40% из косточек и мякоти, и на 60% из глицерина. Он обладает мощным спектром возможностей и не случайно получил статус естественного антибиотика. Экстракт способен укреплять иммунитет, обладает антивирусными, антиаллергическими, антимикробными и антиоксидантными свойствами, хорошо борется с грибками. Может использоваться как сосудоукрепляющее и глистогонное средство. С его помощью лечат экземы, дерматиты, зуд. Оно улучшает эластичность кожи и ускоряет восстановление тканей. В экстракте, помимо витамина С, присутствуют жирные кислоты, биофлавоноиды, полезные R-витаминоподобные вещества. Но следует учесть важные обстоятельства. Если вы одновременно применяете какие-либо медпрепараты, их действие способно значительно усилиться и вызвать интоксикацию. При герпесе смешать с 30 мл растительного масла 5 капель экстракта на основе грибфрутовых косточек. Четырежды в день смазывать губы. При экземе 100 мл комнатной кипяченой воды развести 10 капель того же экстракта. Предварительно взболтав, нанести на пораженную кожу. Через 5 минут смыть. При псориазе и нейродермите. В 30 мл растительного масла развести 5 капель экстракта. Дважды в день наносить на проблемный участок кожи. Абрикосовые косточки. Ядра абрикосовых косточек – это уникальное средство. Они уничтожают больные клетки и этим оздоравливают весь организм. Содержащийся в них витамин 18 обладает антиопухолевыми свойствами. Сладкие ядра используют при нефрите и астме, ларингите и бронхите. Это эффективное противокашливое, отхаркивающее, противовоспалительное средство. Экстракт из абрикосовых косточек, аптечный, укрепляет иммунитет, борется с грибками, используется как глистогонное средство. Но нужно учитывать, что при передозировке больше чем 20-30 граммов ядер за день они могут вызвать тяжелое отравление, поскольку в них содержится придающее горечь ядовитое вещество под названием амигдалин. Сливовые косточки. Одним из средств для лечения мочекаменной болезни являются ядра косточек сливы. Ежедневно на протяжении 3-4 недель надо съедать по 20 ядер, потом сделать недельный перерыв и повторить курс. Арбузные косточки полезны они при мочекаменной болезни. Из семечек арбуза получают жирное масло 25-30%. А в народной медицине семена арбуза, растертые в ступке, употребляют как противоглистное средство. Это же средство эффективно при маточных кровотечениях. В семенах арбуза содержатся жирные ненасыщенные кислоты, такие как алоиновая, линолевая, которые не только полезны в качестве пищевого продукта, но и имеют целебные свойства. Препятствуют оседанию холестериновых бляшек на стенках сосудов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление ракомолочной железы. Зерна крыжовника очень полезны для сердца, сосудов и кожи. Содержат много жирных кислот. Яблочные косточки. В семенах спелых яблок очень много витамина Е. Немало в них и йода. Всего 6-7 яблочных косточек обеспечивают дневную потребность организма в йоде. Они положительно влияют на работу мозга и повышают жизненный тонус. Вишневые косточки. Из-за наличия в них ядовитых веществ. Препараты на их основе употребляют с большой осторожностью в небольших количествах. Косточки разбивают, достают ядра, снимают с них пленку и высушивают. Сухие ядра измельчают в порошок и применяют при маточных кровотечениях, язве желудка, при подагре, артрите, мочекаменной болезни. С лечебной целью 2-3 раза в день четверть чайной ложки порошка кладут под язык, слюну глотают после полного растворения. Курс лечения 1,5-2 месяца. Полезными для человека свойствами обладают также косточки барбариса, облепихи, шиповника, черемухи, боярышника, липы, груши. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.